В Германии 18 февраля 2019 года исчезла из дома сестры Ребекка Ройш. Ройш, простите, девушке на тот момент было 15 лет. Полиция считает, что всё-таки девушки уже нет в живых. Я сейчас посмотрю, сигнификатором будет женская карта, я сейчас посмотрю хронологию событий, что происходило и что в данный момент с девушкой. Я буду работать на Ленорман, я буду смотреть, расклад называется «Поиск». Чем быстрее выпадет сигнификатор дамы, тем больше вероятность, что всё-таки девушка жива. И также я буду смотреть, в каком же окружении выпадет эта карта, сигнификатор. Дальше я буду смотреть на Таро Уэйта, жива ли Ребекка Ройш. Таро Уэйта, жива ли Ребекка Ройш. Таро Уэйта, жива ли Ребекка Ройш. Смотрим. В данный момент я ищу сигнификатор. Это дама. В окружении каких карт. Так, замечательно то, что я вижу. Значит, что я вижу сейчас? Так, эти карты мне больше не нужны. Вы знаете, я вообще вижу, что девушка действительно может быть жива. У меня идёт такая информация, что она ушла из дома. Она должна была с кем-то встретиться. Это было новое знакомство с каким-то молодым человеком. Но то, что сейчас она состоит в каких-то отношениях с мужчиной, это да. И я здесь не вижу карты, чтобы девушка была мёртвой. У меня не идёт такой информации именно от карт Оракул Ленорман. Я сейчас посмотрю на колодец. Я сейчас посмотрю на колоде райдера Уэйта. Жива ли девушка? Что явилось подоплёкой её исчезновения? Вы знаете, сейчас посмотрю, что в этой карте есть. Это старший Аркан Маг. Я вижу то, что девушка могла уйти из семьи, добровольно покинуть семью по каким-то причинам конфликтной ситуации. И я думаю, об этой конфликтной ситуации семья знает, но она скрывает. Что же послужило подоплёкой? Ей поступило какое-то предложение, заманчивое предложение. Девчонку как будто поймали в какую-то ловушку. Что с ней в данный момент происходит? Вы знаете, я вижу высокопоставленного человека, мужчины достаточно взрослого. И она может находиться при этом человеке. Это взрослый мужчина. К этому вообще делу имеет отношение взрослый мужчина. У меня есть, вы знаете, такое предположение по всему этому раскладу. И идёт такая информация, что она может находиться... Сейчас я спрошу, насколько она свободна в данный момент. Но у меня идёт информация, что она достаточно свободна. Но, однако, ей могут запрещать общаться с родственниками и давать о себе знать. Я бы не сказала, что это сексуальное рабство, но это какие-то отношения со взрослым мужчиной на добровольной основе. И здесь у меня идёт такая информация, что она находится при этом мужчине. Она ни в чём не нуждается. Но и в то же время она не свободна. Она может жить при каком-то богатом доме, где-то как-то находиться, знаете, как в золотой клетке. Но у меня нет информации, что она мертва. Ещё раз я задам, что у меня. Но у меня нет информации, что девушка... У меня вообще идёт информация, что девушка не на территории Германии находится. Она вообще должна быть за границей где-то. У меня идёт такая информация, что она как за границей. И, знаете, это, возможно, даже какая-то арабская страна. У меня идёт такая информация. Что девушка находится при человеке, который имеет высокое положение. И у него могут быть жёны, многожёнство. Она находится в золотой клетке. Она ни в чём не нуждается. Но и в то же время у неё нет возможности той свободы передвижения, которой бы ей хотелось. Изначально её заманили в эту ловушку. Она с кем-то должна была встретиться. Был ли конфликт внутри семьи незадолго до её исчезновения с её сестрой и с мужем её сестры? Был ли конфликт? Всё-таки что-то же должно было произойти. Был ли конфликт? Я не могу сказать, что это был конфликт. Возможно, она как-то... Ну, это не был такой конфликт, прям конфликт. Может быть, Ребекке не всё нравилось в муже сестры. Но я не вижу здесь прям такого враждебного отношения. Она была лёгкая. Она не была злобной, Ребекка. Вот то, что я вижу по этой информации. И последнее. Девушка даст о себе знать родителям, либо же нет. Но она в сексуальном... Знаете, я могу так сказать. Там... Я бы не сказала, что это сексуальное рабство. Но, тем не менее... Её держат как в гареме. Я вижу это так. Нет, пока нет. И она находится при богатом человеке, при богатом мужчине. Я вижу, что она может находиться в одной из арабских стран. Вот у меня такая идёт информация. Но это не на территории Германии. Вот то, что я вижу. Я понимаю, что надо же её как-то было вывести и так далее и тому подобное. Но я не знаю. Вот так вот у меня идёт. Понимаете? То, что... При желании можно всё. Я не вижу её в мире мёртвых. Я вижу, что она живая. Что она живёт при богатом очень доме. Находится при богатом мужчине. Там много женщин. У этого мужчины много красивых женщин. Но эти все женщины как в золотой клетке. И то, что я вижу, что ей дарятся подарки. Но у неё нет той свободы, которую имеет обычная девушка, когда она встречается с молодым человеком. Она куда захотела, туда и пошла. Нет. Я этого не вижу. Я также могу сказать, что, возможно, у неё уже есть ребёнок. У меня идёт такая информация. Если вам что-то есть сказать по данному раскладу, напишите, пожалуйста, свои комментарии. Говорю то, что вижу. Я не вижу девушку в мире мёртвых. Берегите себя. Берегите своих детей. Всего вам доброго.